Здравствуйте! Что неизбежно подорожает в наступающем 2016 году? РБК опросил экспертов и предпринимателей и узнал их прогнозы. В первую очередь, предсказуемо вырастут цены на продукты, предварительные цифры на 10-15%. Причин сразу несколько. Инфляция, девальвация рубля, система Платон, которая увеличила стоимость транспортировки. Кроме того, во втором полугодии может подорожать рыба, если все же будет повышен налог на рыбаков. А планы такие есть. При этом, чем дешевле рыба, тем сильнее будет рост цен. Цены на гречку, пшено, хлеб, молочку продолжат расти в пределах инфляции. Других факторов не будет, делятся своим мнением эксперты. Что касается овощей и фруктов. Санкции против Турции повлиять на стоимость не должны. По мнению опрошенных РБК-спикеров, после нового года будет сезонный спад потребления. А затем поставщики и ритейлеры сумеют адаптироваться к ситуации и сбалансировать стоимость. А вот мясо птицы и свинина могут даже подешеветь в пределах 10%. В следующем году в России ожидается прирост производства свинин и мяса птицы. Крупные игроки будут увеличивать объемы выпуска, а выходы на этот рынок также заявляют мелкие компании. Это станет сдерживающим фактором для роста цен. В предновогодние дни несколько сотен офисных работников продуктовой сети «Семья» и группы «Экс» отправились помогать персоналу розничных магазинов. Такое подкрепление помогает торговым точкам справиться с предновогодним ростом числа покупателей. В предновогодние дни несколько сотен офисных работников продуктовой сети «Семья» и группы «Экс» отправились помогать персоналу розничных магазинов. Такое подкрепление помогает торговым точкам справиться с предновогодним ростом числа покупателей. Для работников группы «Экс» и продуктовой сети «Семья» это уже традиция. Третий год подряд офисные сотрудники, а также руководство активно помогают персоналу в обслуживании клиентов. Исключение не делает и основатель сети Олег Черкунов, который уже неделю работает в гипермаркете «Семья» в качестве помощника «Кависта» – специалиста по подбору вина. В этом году к акции присоединились и члены клуба финансистов Пермского края. Руководители кредитных учреждений «Прикамня» попробовали себя в роли и мерчендайзеров, помощников-кассиров и продавцов. Ребята как-то заинтересовались побывать внутри торгового центра. Потому что у нас, кроме всего, еще заведено ходить друг к другу в гости, делиться, как организованная работа по планированию, по экономике, по финансам. Ну, а побывать на рабочих местах своими руками, ощутить это, ну, это просто вдвойне интересно. Клуб финансистов каждый год посещает предприятия своих партнеров, участвует в производственном процессе, знакомится с особенностями бизнеса. В этом году участники клуба единодушно поддержали предложение посетить гипермаркет «Семья» и на себе ощутить, как работает продуктовый сервис. Работу нашли всем. Кому-то досталось обслуживать к покупателям на кассе, а кто-то занялся выкладкой товара на полке. На самом деле иногда надо выйти так, постараться что-нибудь сделать руками. Это полезно. Все время ко мне все финансисты обращались с вопросом, а когда мы вас посетим? Я думаю, что смотреть в гипермаркете, что тут удивительного может быть? А тут как раз хорошая акция в части того, что посмотреть не как финансист, не как покупатель, а посмотреть, как вообще весь этот сервис для покупателей, как он организовывается. По мнению участников клуба финансистов, такой опыт не забываем и направлен исключительно на клиентов. Мы в Райфайзенбанке сервис для клиентов ставим на первое место и постоянно работаем над улучшением сервиса. Поэтому, когда я узнал, что у нашего партнера проводится такая акция, нам просто захотелось поделиться с ними частичкой нашего сервиса и сделать покупки для пермяков в эти напряженные предпраздничные дни, вероятно, более комфортными и приятными. Офисные работники группы «Экс» будут работать наравне с остальными сотрудниками продуктовых сетей до 31 декабря. На этом у меня все. Удачи в делах!